И всем привет, с вами Ростиксон, и сегодня я вам расскажу, что такое маржинальная торговля на BirchGate.io. Кстати, BirchGate.io, спасибо за поддержку. В общем, сразу скажу, ну а что, маржинальная торговля супер опасная, особенно для новичков. Это как фьючерсы, только как мне кажется сложнее для новичков, и там можно потерять так же, как на фьючерсах, а иногда и больше. Поэтому новичкам рекомендую просто послушать, принять к сведению, но не заниматься как минимум первый год, пока вы в крипте. Лучше разобраться на споте, как просто заработать, купив крипту, продав быстро, примерно так я считаю. Также, что я думаю, вы сможете посмотреть в моем телеграм-канале, там, например, я делюсь какими-то мемами, недавно там был опрос, и те, кто его прошел, быстро получили по 1000 рублей. Так что переходите по ссылочке, там много всего интересного, все топовые темы, в которых я участвую, и на ютуб, которые просто не могу выложить, потому что они могут устареть буквально через 10 минут. А, ну еще как бы ютуб могут закрыть, да, в телеграме вы можете подписаться и быть вместе со мной, даже если ютуб закроют. Такс, а теперь немного теории. Если вы только начинаете свой путь в мир криптовалюты и инвестиции, то, возможно, вы еще не знакомы с термином маржинальная торговля. Поэтому предлагаю начать с теории. Маржинальная торговля или торговля с плечом, это способ совершать операции с ценами, бумагами и валютой, даже если у вас нет достаточной суммы для покупки активов или самих этих активов для продажи. Например, вы хотите купить 10 монет криптовалюты X по 600 рублей. Для этого вам требуется 6000 рублей, но на счету у вас только 4000 рублей. В таком случае вы можете подключить маржинальную торговлю и купить все 10 монет, частично оплатив их заемными средствами. Вроде звучит прикольно, там кто-то оплачивает там заемными средствами, но как всегда за что-то приходится платить, а именно повышенными рисками, более комиссиями, такими интересными. Ну, то есть по факту, деньги или ценную бумагу для совершения операции вам одалживает брокер, ну или биржа, с условием, что потом вы все вернете. А пока возвращаете, будете платить определенную комиссию, ну то есть берете взаймы у биржи брокера. Это называется непокрытой позицией. Так, с этим мы справились, вроде как что-то понятно, вроде как ничего не понятно, но далее я надеюсь, что будет более понятно. И еще раз, если вы захотите использовать заемные средства, то советую вам первое, это прочитать полные условия на сайте биржи гейт.айо. Сейчас я все рассказываю довольно поверхностно, но чтобы вы просто имели в виду, что такое есть и это можно использовать. Второе, если вы все-таки решите торговать, ну начните с малых средств и оставайтесь с малыми средствами, ну пока у вас не будет стабильной прибыли, ну хотя бы там месяц-три. И вообще, если вы новичок, если у вас есть какая-то прибыль, возможно это не ваша заслуга, а вам просто повезло. Это знаете, когда весь рынок растет, когда все растет, ну любой сможет заработать, логично. Поэтому всегда нужно относиться ко всему довольно скептически и фиксировать прибыль. Возвращаемся к гейт.айо. На главной странице наводим курсор на трейдинг и в выпавшем списке выбираем маржинальную торговлю. Перед вами откроется интерфейс, напоминающий приборную панель Боинга. Ха-ха. Но тут нет ничего страшного на самом деле. Слева у нас блок с выбором монеты, в которой мы хотим торговать. Позиции здесь их безумное количество монет. Потом каждый из вас найдет нужную крипту. Обычное большинство торгует, ну там топ-10, там биткоином и еще всякими. В центре экрана вы видите классический график стоимости по отношению к доллару. Если вдруг вам неудобны свечи, вы можете выбрать отображение в нужном вам формате. Так, справа вы найдете окно с выбором вкладки, где сможете найти нужную вам информацию по ордерам, монетам и так далее. А чуть правее окно с историей торгов, которое сейчас происходит на сайте. Под графиком стоимости монеты у нас идет выбор вида торговли, где мы можем купить или продать монетам в нужном количестве. Создать условия для ее продажи, посмотреть комиссию, выбрать различные условия и так далее. Так, с интерфейсом я думаю мы разобрались. Ну а как лучше торговать, как можно торговать, как не надо торговать, я уже расскажу в будущем. Еще раз напомню, у меня есть телеграм-канал, там много всего интересного. Прям там тема, где можно заработать. В общем, с вами был Ротиксон. Будьте аккуратны, не верьте сигналам, не верьте новостям, не верьте никому. Полностью сами совершайте анализ и запомните, вы принимаете сделки и вы несете полную ответственность. То есть даже если я сейчас, к примеру, скажу, эй, народ, покупаем там на всю котлету, вы будете виноваты, потому что все может случиться. И поэтому учитесь брать ответственность на себя. Удачи и будьте аккуратны, как я уже говорил.